Добродел На повестке дня несколько тем. И снова в центре внимания коммуникация с жителями через систему Добродел и социальные сети. Добродел для нас остается системой контроля за тем, что происходит на каждой конкретной территории. Позволяет нам с вами держать руку на пульс и оценивать ситуацию не только по отчетам чиновников, которым свойственно какие-то вещи приукрашивать, а исходя из реальных жалоб и обращений жителей. По словам главы, большое количество обращений от жителей свидетельствует о системных сбок в работе районных властей. А это значит, необходимо искать ошибки и устранять их. Сейчас в работе находятся 3288 обращений. Из них повторных 495. Отложенных обращений 1359. Там седу и 741 обращения по единому центру управления регионом. Основная масса, конечно, отложенных обращений относится к городскому поселению Одинцова. Случай, который мог обернуться трагедией, произошел на той неделе в жилом комплексе «Гусарская баллада». В неплотно закрытый канализационный люк провалился молодой человек. Самое возмутительное в этой ситуации, что люди обратились в управляющую компанию, которая так и не стала закрывать этот опасный люк. И хотя должна была среагировать моментально, чтобы не допустить возможного попадания туда ребенка или пожилого человека, которые точно бы получили серьезные увечья, а возможно была бы какая-то трагедия. Еще один случай, на котором остановился глава района, произошел в Одинцово. У 9-месячного ребенка поднялась высокая температура. Родители вызвали скорую, но прождав ее безрезультатно полтора часа, сами поехали в детскую больницу на бульваре Любы Новоселовой. Но там семье отказали в приеме. Я поручаю Татьяне Викторовне Одинцовой обратиться с этим выпиющим случаем в Министерство здравоохранения Московской области, связаться, безусловно, с руководителем территориального управления Минздрава, провести тотальную проверку этого случая, разобраться, почему, во-первых, мама ждала полтора часа скорую, почему она так и не приехала, и дать оценку тому, что врач не принял 9-месячного ребенка с высокой температурой в нашей детской больнице. В социальных сетях по-прежнему в топе проблем остается вывоз мусора. Жители жалуются на переполненные контейнеры, новые стихийные свалки, которые появились после того, как растаял снег. В Московской области уже четвертый месяц идет раздельный сбор мусора, но тема по-прежнему остается проблемной. Существует существенный сбой в графиках вывоза, по-прежнему есть проблемы с наличием серых баков, синих баков, по-прежнему мусор. И КГМ около контейнерных площадок. Достаточно нам сказать, что по нашей статистике 2000 обращений поступило за месяц, в основном на горячую, и в основном это, конечно, горячая линия оператора, которая тоже не всегда работает качественно по вопросам мусора и свалок. На совещании также подвели итоги работы коммунальных служб по зимнему содержанию дорог и обсудили вопрос перехода на весенний-летний период. Сейчас проводится ревизия дорожного полотна. Так, до 15 апреля будут оцифрованы все ямы, а до 1 июня их планируется устранить. Еще одна немаловажная тема, которую предстоит выполнить нашим дорожным службам в кратчайшие сроки, как только наступят теплые дни, это нанесение разметки, поврежденной, листевшейся за зимний период. На встрече обсудили наиболее острые вопросы, которые волнуют жителей. По каждому из них уже проводится работа. Анна Макарова, Артем Ломоносов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».